Привет! Здорово, что вы интересуетесь картами и проектом OpenStreetMap. В этом ролике я расскажу, как устроены карты и как ее правильно редактировать. Большинство ссылок собраны на сайте jossum.ru, для которого был снят этот ролик. Первое, что нужно знать, OpenStreetMap – это не те картинки, что видны на сайтах osm.org, sputnik.ru или OpenStreetMap.ru. Это, прежде всего, данные, из которых можно слепить что угодно. Карты для сети, карты для GPS-навигаторов, плакаты на стену. Обработка данных – отдельная большая тема. Просто будьте готовы, что не все, что вы нарисуете, будет видно на вашем любимом сайте. Объяснять, из чего состоит карта, будет проще на примере. Поэтому давайте сразу установим редактор. Условимся, что веб-редактор, вызываемый с сайта osm.org, ужасен. Он тормозит, в нем легко что-нибудь случайно сломать, он скрывает важные элементы OpenStreetMap и сильно ограничен возможностью. Начнем сразу с лучшего редактора – jossum. Вам понадобится Java. Ее можно взять на java.com. Зайдите на сайт jossum.ru и скачайте последнюю стабильную версию. Для простоты есть сборки для Windows и Mac OS. Все установив, запускайте. Либо ярлык, который вам сделал установщик, либо файл jossum.tested.jar, который вы скачали. Не забывайте, что в плеере есть пауза, спешить ни к чему. Зарегистрируйтесь на сайте OpenStreetMap, если еще не успели. Запустив редактор, давайте его сразу настроим. Это серая кнопка в панели. Сначала переведем все на русский в последней вкладке. После нажатия ОК понадобится перезапуск. Снова в настройке. Включите экспертный режим, чтобы от вас не прятали частный строек. Во вкладке «Данные ОСМ» включите рисовать только контур области, чтобы заливка площадей не мешала обзору снимков. Теперь ко второй вкладке, к настройке соединения. Включите режим ОАУС и нажмите «Авторизироваться». Вводимые здесь логин и пароль не сохраняются, так что это безопасно. После получения маркера принимаем его. Теперь следующая важная вкладка модули. Вам понадобится Building Tools для рисования домов, Imagery Offset DB для смещения снимков, Notes для просмотра заметок с сайта USM.org, Rail Toolbooks для редактирования отношений, Turn Restrictions для редактирования ограничений и поворотов, Утилс Плагин 2 с полезными инструментами. В списке еще много интересного, так что прочитайте его на досуге, когда уже будет опыт редактирования карты. Наконец, нужно добавить региональные слои снимков. Например, для России во вкладке «ВМС-ТМС» найдите «Сканекс.АРС» и нажмите «Активировать». Кроме того, в России слой Mapbox доступен только до 17 масштаба. И лучше это явно указать, чтобы не смотреть на черные квадраты. Вот и все, вы готовы к рисованию карты. Снова перезапустим редактор, чтобы подгрузить плагин. Для редактирования области ее сначала нужно скачать. Нажмите кнопку со стрелкой вниз. Здесь можно вставить ссылку на USM.org во вкладке «Рамка» либо выбрать прямоугольник на карте. Запомните, перемещение карты правой кнопкой, масштабирование колесиком, выбор левой кнопкой. Смотрим, чтобы скачивались и данные, и треки. И жмем «Скачать». Теперь время объяснить устройство данных OpenStreetMap. Временно отключу слой треков и лишние панели. Простейший элемент карты – точка. Это может быть магазин, дерево, опора лэп, скамейка и т.д. По точкам строятся линии, дороги, реки, заборы. Линии могут быть замкнутыми, когда первая точка равна последней, например, в контурах домов и лесов. И, конечно, линии могут делить точки с другими линиями в местах касаний или пересечений. Отношения могут содержать точки, линии и другие отношения. Например, отношения для маршрута автобуса содержат все остановки и дороги, по которым проходит маршрут. В отношения ограничения поворота входят два участка дороги и точка перекрестка. Членам отношения может быть присвоена роль. Например, у точки перекрестка роль «Вия», а у дорог «Фром» – «Откуда» и «Ту» – «Куда». Наконец, безымянную геометрию в карту превращают теги. Это пары ключ-значения, которые можно повесить на любые точки, линии отношения. Они не всегда очевидны. Например, дорога – это Highway Primary, магазин Shop Convenience. На первых парах держите открытыми большой справочник тегов Map Features и дополнительный список «Как обозначить» и пользуйтесь поиском в Вики. На странице Википроекта России есть несколько статей про типы и названия дорог, расстановка адресов и прочее. Если вы из другой страны, поищите свой Википроект в каталоге. Итак, как рисовать? Два главных инструмента – выделение, кнопка «С», запоминайте сокращение, и рисование, кнопка «А». Тут все достаточно очевидно. При рисовании точки прилепляются к существующим объектам, если не держать контур. Дабл-клик заканчивает линию или ставит точку. Дальше добавляйте теги из панели свойств. В редакторе есть много заготовок тегов с панелями для дополнительных атрибутов, но лучше узнавать все самому, чтобы быстрее выучить. В режиме выделения все можно перемещать. И удалять, конечно. Сделали ошибку – не беда. Ctrl-Z заменит сколько угодно шагов. Немало полезного, в том числе копирование тегов и разворот линий, вы найдете в меню «Правка» и «Инструменты». Не бойтесь экспериментировать. Пока вы не загружаете данные на сервер, основная база в безопасности. Главный источник геометрии – GPS-треки. Открыть свой трек просто кнопкой «Открытие». Его отображение можно настроить, как просто выбрать цвет в свойствах слоя, так и залезть в настройки и раскрасить трек, например, по скорости. Точность бытовых GPS-приемников около 10 метров, поэтому линии лучше проводить по усредненным пучкам треков. Включим слой треков, загруженных с сервера. По центру пучков уже можно рисовать дороги с достаточно высокой точностью. Второй основной источник – это, конечно, спутниковые снимки. Выбирать можно из тех, что содержится в меню снимков. Остальные использовать чаще всего нельзя. Да, Яндекс и Гугль подкладывать запрещено. OpenStreetMap – свободный проект, который гарантирует, что его данными может воспользоваться каждый, для любых целей, в том числе для продажи. Поэтому нам нельзя использовать источники под копирайтом, которые явно не разрешили этого. Никаких Google Яндексов, никаких печатных карт, даже адреса подсматривать нельзя. Никакого кадастра. Если не уверены в лицензионной частоте найденного источника, посоветуйтесь с участниками в прикрепленной теме формы при неиспользовании снимков, чтобы потом не пришлось жалеть о потерянном времени. Так вот, два источника снимков на всю планету – Bing и Mapbox. Очень часто на том или ином найдется нужная территория. Если нет, возьмите АРС. Он ниже качеством, но сеть дорог видна хорошо. Отсутствие снимков – не повод тихо обрисовывать Яндекс. Если нельзя, но очень хочется, то все равно нельзя. Это повод выйти на улицу и собрать треки, чтобы нарисовать город по ним и собственным наблюдениям, либо выбрать другую местность. Снимки почти всегда смещены. Это легко увидеть по трекам. Чтобы привязать их правильно, нажмите эту зеленую кнопку и двигайте фон, пока треки не лягут на дороге. В холмистой местности это придется делать каждые пару сотен метров. У нас есть центральная база смещений. Нажмите кнопку и выберите то, что ближе, проверив по трекам. Своё смещение после привязки можно отправить через меню снимков. Добавив и привязав снимки, можно обрисовывать. Помимо обычного режима рисования, в городе пригодится рисование домов. Кнопка B. Щелкаете в один угол, во второй и растягиваете контур. Если выделить один дом или линию, последующие дома будут выровнены относительно них. Отдельные элементы можно вытянуть угольником. Кнопка X. Двойной щелчок для добавления точки хватаем за отрезок и тянем. Рисование домиков, особенно в частном секторе, хорошая и полезная замена раскладыванию пасьянцев. Порисовав, изменения нужно отправить на сервер. Для этого жмем эту кнопку со стрелкой вверх. Встроенный валидатор пожалуется на ошибки. Это лишь предупреждение, но их стоит просмотреть, чтобы найти действительно дурацкие оплошности, вроде линии без тегов или наложения домов друг на друга. Все изменения загружаются в пакете. Его обязательно нужно подписать. Чем развернете, тем лучше. Порисовал дома в частном секторе. Поправил название улицы. Лес к востоку от Драконовки. Магазин давно закрыт и тому подобное. За комментарии вида мелкие правки вас будут ругать, пусть и в мыслях. OpenStreetMap – общественный проект, поэтому не будьте букой, общайтесь, пусть даже через комментарии к пакетам правок. Источник заполнить просто. Нажмите ссылку и сюда скопируется название слоев. Survey обозначает личные наблюдения. Редактор добавляет его, когда видит слой GPS-трека. На некоторых слоях, включая главный на OSM.org, изменения появляются почти сразу, в пределах пары минут. Иногда требуется полностью обновить страницу. Ctrl-F5 или Shift-F5 в браузере, потому что картинки кашируются. Но в самой базе данных ваши правки появляются и распространяются по свету мгновенно. На следующий день они попадают в выгрузки для разных навигаторов, во все медленные веб-карты и в разную статистику. Проект OpenStreetMap одновременно прост. Для участия достаточно мышки и абстрактного мышления. И сложен. Теги не всегда очевидны и иногда просто непонятно, что делать. Например, при конфликтах одновременных правок. Многие ответы вы найдете на странице частых вопросов по джозам. Не стесняйтесь, спрашивайте на форуме. У нас есть специальные разделы для новичков и для вопросов по тегированию. Быстрее всего получить ответ в чатике. Его координаты есть на форуме в теме канала общения. Поверьте, полное удовольствие от участия в УСМ можно получить только будучи частью сообщества, не ограничиваясь обклацыванием снимков, но и общаясь и выходя на улицу для сбора данных. Приятного картирования!